Конечно, я понимаю, что организаторы митингов, дилетанты, это прекрасные люди, они полны иллюзий, они романтики, они добры и они надеются на то, что все черные прогнозы старых пиратов о том, что не бывает чудес, особенно не бывает чудес с замшелыми и закренелыми диктаторами, что все эти черные прогнозы пиратов, они не сбудутся. И я думаю, что, конечно, сегодня, несмотря на то, что эти люди, ну вот бывают люди по природе своей пираты, а бывают мученики, бывают искренние, истинные мученики, которые идут своим задержанием, своей травмой, своим несчастьем, своей поломанной судьбой доказать, что есть крепость, есть сила, есть отвага в этом народе, и которые за весь народ, за весь русский народ сейчас отдуваются в автозаках и на всяких марсовых полях, по крайней мере, у нас. Но они делают одно ужасное дело, с моей точки зрения. Знаете, вы видали когда-нибудь «Торфяные пожары»? О, да. Да, это поэма, потому что снаружи кочки, на кочках трахаются зайцы, растут цветы, и где-то вот там вот на глубине двух метров огненная бездна, и иногда в эту огненную бездну проваливается со всей листвой, корнями дерева, и тогда оттуда искрит и становится понятен масштаб подземного бедствия. Снаружи вроде бы ничего. И вот у нас у всех такая вот иллюзия по поводу мощи протеста, по поводу того, сколь многие, и сколь сильные, и сколь раскаленные не согласны с этой дичайшей, полнейшей несправедливостью, когда добивают человека в тюрьме. А вот такого рода демарши, они показывают, в общем, что протест-то адентичен, что у протеста нет зубов. Адентия – это полное отсутствие зубов. И вот так вот этих, пусть они не волки, пусть не волки те, кто вгрызаются в эти шеи мучеников, пусть они просто шакальчики, да, но у них есть зубки, пугать их розовыми, голыми деснами, но пугать не удастся, ведь зубы вообще есть даже у гусей, у всех, кроме оппозиции. Ну, есть бетоны, которые, удавы, которые действуют другим способом. Да, конечно, есть, и они все равно сейчас, может быть, в миллион раз правее, чем я со всем своим цинизмом, расчетливостью и убежденностью, что не бывает революции бескровных, что не бывает революции без действия и выдающихся подготовленных и квалифицированных негодяев во главе. Ведь, смотрите, вот Навальный, да, они же вышли сейчас не во имя каких-то политических требований, они не хотят, чтобы в тюрьме умер Навальный, они не хотят, чтобы в муках скончался человек, доказавший свою, в общем, феноменальную храбрость. Ну, вот мы понимаем, что Навальный настолько сильно сплелся в смертельной схватке с режимом, что, направляясь в могилу, он, в принципе, может утащить туда и его, да? По крайней мере, подтащить его поближе к краю. И это тоже вполне рабочий вариант. Но я полагаю, что все-таки лучше бы ему не умирать, а работать вот тем фактором, который будет ежедневно, постоянно изматывать режим гнусными подробностями тюремного произвола. Ведь он, Навальный, это рана, из которой течет кровь все равно режима, и это работает. Ведь Русь – это очень тюремная страна. Он не сидел, не таджик, да? И там, куда не дотягиваются и не могут в силу народной серости дотянуться щупальца интеллектуальной культуры и науки, понимания, дерзновений, там во всю мощь, поверь мне, работает и блатная культура тоже, которая достаточно широко и мощно в России представлена. И она мобильная, она легко осовременивается, она работает. И вот для миллионов сидевших, сидящих, садящихся и для тех, кто только еще планирует сесть, Навальный стал понятен. Он стал своим, его тоже укусила бешеная гадюка правосудия, да? Это очень объединяет. Александр Кириллович, а вы еще не забудьте, что сегодня выходивший также на улицу с протестом брат Алексея Навального, Олег, он не только отсидел, но и выпустил книжку, писал оттуда там записки, картинки рисовал и так далее. И даже какие-то устраивал тесты по тому, как правильно сидеть в тюрьме. Ну вот, ты знаешь, в свое время... Это еще одна звезда. Это да, но это не просто звезда, надо уточнять, это звезды крутого, да? И если бы кто-нибудь на этих ребятах увидел бы из, скажем так, воровских авторитетов, увидел бы эти звезды, их бы не стали срезать с кожей, потому что крутость признана. И вот в свое время АЦ, тогда было не АП, тогда была АЦ, администрация царя. Вот они совершили чудовищную нелепую ошибку, они политических смешали с уголовным миром, они допустили братание и срастание этих категорий. И уголовный мир тогда, видя непреклонность, храбрость и решимость революционеров, их признал прекрасный пример Коба Джугашвили, который является образчиком, идеалом этого синтеза уголовно-революционного, смесью уголовника-революционера, как, кстати, очень многие политические того времени. И вот мы видим, что администрация президента исключительно неумная контора. Им бы следовало беречь тюрьмы и зоны от любого соприкосновения с революционерами. Но вот в администрации президента сидят какие-то люди, которые понятия не имеют о политической химии, которые смешивают опаснейшие реактивы, не понимая, что если взорвется, то им оторвет пальцы и задницы. Как обезьяны в кабинете химии они работают, даже не потрудившись выяснить, чем все это может быть закончиться. Потому что тюрьмы, зоны, изоляторы – это огромная часть российской реалии. И там концентрируются люди, скажем так, с решимостью существенно выше среднего. По крайней мере, недипломированные терпилы. Ну, в основном. Если человек совершил хотя бы преступление, то, в общем, у него уже есть какой-то протестный потенциал. И тот, кто русскую зону прошел, русскую каторгу, русскую тюрьму, он хочет или не хочет, но потом он на всю оставшуюся жизнь эту зону, каторгу и тюрьму носит в себе. И это никуда уже никогда не уходит и никуда не девается. И этим всем людям Кремлю удалось внушить к Навальному невольное, но уважение. Это, конечно, удивительно. Продолжение следует...